Вы смотрите Артевяй в эфире новости. В Армении оппозиция через суд добивается отмены результатов недавних парламентских выборов. Альянс под руководством первого президента республики Ливона Терпетросяна, который по итогам голосования занял лишь седьмое место, утверждает, что выборы прошли с большим количеством фальсификаций. Иск сегодня начал рассматривать Конституционный суд Армении. Подробности в репортаже корреспондента Артевяй в Армении Жанна Багияна. У меня, как и у всей республики, ощущение дежавю. Каждый раз во время выборов происходят массовые фальсификации. Оппозиция обращается в суд. И каждый год правосудие утверждает, что правонарушения не повлияли на ход выборов. В Конституционном суде Армении атмосфера наколена до предела. Здесь представители оппозиции, журналисты, гражданские активисты. Первый день слушаний по иску о нарушениях на выборах и признании итогов голосования недействительными. Истец, антиправительственный блок, конгресс, народная партия Армении. Это одна из оппозиционных сил, принимавшая участие в гонке за кресло в парламенте. Есть два способа ведения политической борьбы. Это либо все-таки пытаться, даже несмотря на систему фальсификации в стране, пытаться все делать в рамках Конституции и пытаться реформировать политическую систему страны, несмотря на беззаконие. Это долгий путь и не всегда эффективный. И есть, конечно, еще путь в вооруженную восстание, но мы его отметаем, потому что мы считаем, что это уже даже направлено не на смену власти, а на разрушение государственных основ. Ну а победители уверяют, голосование прошло в обстановке полнейшей солидарности и согласия между основными политическими силами. Видеокамеры на всех участках, электронная система регистрации избирателей, сканеры отпечатков пальцев и паспортов, впервые обеспечившие выбором открытость и прозрачность, вызвали одобрение международных наблюдателей. Представители власти считают, что оппозиция обратилась в суд по инерции, по многолетней привычке, при полном отсутствии доказательств. Об этом заявляет только одна из участвовавших в выборах партии и блока. Все остальные, в том числе и оппозиционные силы, признали итоги выборов и заявили о том, что никаких нарушений не было. Миссии международных наблюдателей действительно признали прогресс, но скорее технологически. ОБСЕ заключает, на выборах в Армении имели место случаи подкупа голосов избирателей, давления на государственных служащих и вмешательства в избирательный процесс. Слушания по иску в Конституционный суд продлятся еще несколько дней. Присяжные должны будут выслушать все стороны. Дело неочевидное. На данном этапе прямых доказательств массовых нарушений на выборах нет. И, скорее всего, итоги голосования пересмотрены не будут. Напомню, Республиканская партия Армении под руководством президента Сержа Сарксяна набрала около 49% голосов и конституционное большинство в парламенте страны.